Добро пожаловать в Казахстан! Добрый вечер! В эфире 35-го телевизионного канала, как завтра в этот час, программа «Добрый вечер». Наша гость сьогодняя Виктория Валерьевна Курьян, керівник громадской организации «Захист от коррупционных проявлений». Добрый вечер! Добрый вечер! Итак, Виктория Валерьевна, начнем то, что называется сначала. Чем, собственно, занимается общественная организация «Защита от коррупционных проявлений»? Общественная организация «Защита от коррупционных проявлений», руководителем которой я являюсь, поставила за цель именно повышение юридической осознанности граждан, чем они могут себя защитить от коррупции. То есть мы не боремся, борются те, кто имеет такие свои служебные обязанности. Мы помогаем людям узнать свои права, свои возможности и таким образом быть защищенным от коррупции. В том спектре проблем, которым занимается общественная организация, числится и юридическое сопровождение процесса образования, в том числе высшего образования за пределами Украины. Что имеется в виду? Да, на сегодняшний день мы знаем, что спрос на образование за рубежом вырос. Ближайшая страна у нас — это Польша. И, скажем так, у нас есть молодые члены нашей организации, которые тоже интересуются образованием за рубежом. Соответственно, наша организация начала интересоваться, кто какие услуги предлагает. И в этих целях я, как руководитель организации, посетила один из семинаров европейской компании Greek Group, которую генеральный директор, который, это немаловажно, является профессором и доктором наук с государственного управления Украины. Это Корецкий Николай Христофорович. Поехав на этот семинар, я получила массу информации, скажем, положительной, еще с той позиции, потому что я тоже мать, ребенка, которого интересует образование за рубежом. Ну и таким образом мы решили сотрудничать с этой компанией. Я так понимаю, по вашему оптимистичному настроению шансы есть у тех границей, в том числе Николаевцев, которые хотят получить европейское высшее образование. О какой именно стране идет речь и почему? Да, на сегодняшний день я бы хотела обратить внимание наших николаевцев непосредственно на такую страну, как Греция. Почему Греция и почему образование бесплатное? Бесплатное, потому что это грецкая программа образования, непосредственно Министерство образования Греции. Так как Греция является участником Международной ассоциации по обмену студентами, и, соответственно, они берут на себя обязательства обучать бесплатно студентов из других стран, а другие страны берут эти обязательства на себя. То есть вот в чем суть, почему это образование бесплатно. Украина тоже входит в эту ассоциацию, соответственно, наши студенты украинские имеют полное право получить европейское качественное образование. Непосредственно, коль мы уж говорим, то непосредственно в данном случае речь идет о государственном образовании бесплатном в Греции. Непосредственно государственное образование. Как практически, ну я не знаю, существуют же практические вещи, вот буквально вот в эти дни, где-то на исходе уже там так называемое ЗНО у нас в Украине, мы все понимаем, что значение, вот результаты вот этих тестов, которые сейчас сдают завтрашние потенциальные абитуриенты, это для них принципиально важно. Имеет ли это значение для, собственно, той программы, которую вы предлагаете? Имеет ли значение социальный статус потенциального абитуриента? Имеет ли значение, ну, как бы, мы говорим бесплатный, но тем не менее какой-то финансовый статус? Вот как вот эти вот вещи, как это работает? Да, что немаловажно вы отметили правильно, это ЗНО. На данный момент это очень важно для наших украинских студентов, если они хотят поступить в Украинский в Украинский. Но для программы в греческом образовании как раз это и не имеет значения. Там поступление происходит без ЗНО и без экзаменов, и еще более того, без присутствия студента. Зачисление происходит на основании среднего балла аттестата. И уже когда непосредственно Министерство образования Греции передает информацию в наше консульское отделение посольства Греции о том, что такой студент зачислен, вот тогда уже начинается весь процесс оформления студенческой визы и, соответственно, отправка студента в Грецию. А до этого момента, я прошу прощения, как вот, собственно, механизм работает? Люди должны прийти к вам, либо люди сразу идут в консульство. Как вот вы рекомендуете правильно поступать? Я бы рекомендовала, конечно, каждый может имеет право идти прямо в сам вуз, правильно поехать в Грецию и непосредственно пойти в вуз и начать поступление. Но разница в том, что там он может пойти в один вуз, например. Если этим занимается компания Greek Group, она непосредственно дает сразу в несколько вузов. Студент имеет право в заявке обозначить около 20 факультетов, на которые он бы желал поступить. И вот от балла среднего его будет зависеть, в какой именно вуз. Чем выше балл его аттестата, он может поступить в Афины или Салоники, или Патры. Если ниже балл аттестата, он поступит однозначно, но только в более какие-нибудь отдаленные города, но которые тоже, преподавание одинаково на одном уровне во всех вузах. Если мы говорим о Greek Group, ну есть какая-то доступная информация, чтобы, скажем, нас, сегодняшний зритель, мог зайти, ну как вариант, в интернет, либо возможности есть другие для ознакомления, и просто, я не знаю, там определиться с перечнем специальностей заявки, на которые он мог бы подать. Да, он может ознакомиться в интернете на Facebook, есть страничка Greek Group. Также может зайти к нам в городе Николаеве, то есть как бы нашим студентам, абитуриентам нашего города проще прийти к нам в офис гостиницы Украина, проспект Ленина, 73, 301 офис. Это офис нашей общественной организации, где непосредственно мы дадим всю информацию и будем сопровождать весь процесс. В чём заключается первое? Это нужен сам аттестат, потому что без оригинала аттестата мы никуда дальше не двинемся. Ну а дальше уже сопутствующие документы, паспорты, коды, всё, что… Если придёт к нам студент или его родители, мы им всю эту информацию подробно опишем, дадим все наглядные консультации и все факультеты. Дело в том, что в греческом образовании есть пять направлений на те, которые можно поступить. Это экономика, это математика, юриспруденция, филология, плюс экономика и политехническое образование. Но самих факультетов около 600. Поэтому я просто физически не могу их перечислить, но если заинтересованное лицо придёт к нам в офис, всё это я дам. Человек может взять с собой эти материалы, дома разобраться, выбрать себе его интересующие и таким образом. Хорошо. Я думаю, что даже зрители сейчас могут задать вопрос. Греческий язык не самый популярный к изучению в украинских средних школах. Ну английский, немецкий, испанский, французский, да. Но греческий точно нет, как бы с языком. Согласна, с вами греческий язык, можно сказать, практически никто не изучает. Для этого и есть такая программа. Первый год студент изучает только греческий язык, потому что преподавание во всех вузах на греческом языке. За исключением филологических факультетов, где может быть преподавание на английском или немецком. Но в основном это греческий. Значит, что по греческому языку? Год студент изучает 20 часов в неделю только греческий язык. По практике за год они его изучают и получают сертификат о знании греческого языка. В это время стоимость этого обучения греческого языка, это то, что есть действительно платным в этой программе, это изучение греческого языка. Разница тоже от вузов от 570 до 720 евро в год, но в год за обучение языка. Но даже в это время, когда ребенок изучает греческий язык, на него распространяется такая льгота, как бесплатное трехразовое питание в вузе, как льготный проезд выдается ему, билет на проезд как студента. Ну и билет, который показывает, что он находится на курсах греческого языка. Ну вот сейчас до курсов мы еще дойдем, там же еще такой момент, и вы о нем так вскользь упомянули. Виза Греции, во всяком случае, пока на сегодняшний день является членом Евросоюза. Ну мы украинцы с этим регулярно сталкиваемся, вот этими всеми визовыми проблемами для выезда туда. Вот как это организовано применительно к возможности получения образования? Здесь получается виза уже на основании того, что приходит оповещение с Министерства образования Греции. Соответственно, с этим проблем нет, потому что это уже зачисленный студент вуз, его там ждут. Это, естественно, тоже Грик Групп занимается непосредственно подачей документов по доверенности от студентов, получением этой визы, формированием отправки студента, там его встречи, что тоже хочу заметить, в Греции встречают студентов, и там в компании, в этой же компании есть адвокат, то есть один из учредителей, он адвокат, и он работает. Поэтому ребенок, можно быть спокойным, он защищен и там, а не только здесь до отправки его за границу. Визовый сбор зависит, ну там получается, если вот зачислен уже по этой системе, по этой программе, то он составляет 90 евро. Плюс, когда туда приезжает ребенок, ему нужно оформить вид на жительство. Мы все понимаем, да, что в любой стране ты должен пойти и... Совершенно верно. То это стоит 150 евро в год, вид на жительство. Хорошо. У вас выше прозвучало, что студент, который учится, получает бесплатное трехразовое питание. Где он живет все это время? Первый год он живет на квартире. На следующий год он уже имеет право подать заявку в деканат, которая рассматривается на одинаковых условиях, как греков, так и наших студентов, на получение бесплатного проживания в общежитии. Но, что немаловажно, там при подаче этих заявок учитывается финансовое положение студента или его родителей, в зависимости, сколько ему лет. Поэтому, сказать так, наши украинские студенты подлежат этому бесплатному проживанию. Конечно, 100% сказать, что общежитие дадут, здесь нельзя. Что трехразовое питание бесплатное — это 100%. Бесплатная учебная литература — это да. Что касается проживания, помогает эта же компания Greek Group найти квартиры. Можно от двух до трех людей, и это становится дешевле, потому что где-то 150-250 евро в месяц составляет стоимость квартиры. Если это будет несколько человек, соответственно, это ниже стоимость. Ну вот у нас, слыша, прозвучало, что как бы все это бесплатно, но вот по ходу разговора выясняется, что какие-то траты и... Ну в евро это, конечно, звучит не страшно. Но если мы начинаем пересчитывать, то для среднестатистического украинца вот цифра в гривне, она получается убедительной. Есть ли возможность у студента, я не знаю, там, подрабатывать, например, легально, официально, не имея никаких проблем с законом, с полицией и так дальше? Да, есть такая возможность, и она очень хорошая. Студентам в Греции разрешается работать 4 часа в день. Оплата в Греции от 20 евро в час. Соответственно, при всех вузах есть офисы поддержки студентов и по трудоустройству. Они проводят постоянно семинары, конференции по поводу трудоустройства и вакансии, которые у них имеются. Поэтому студент спокойно, при желании, он может подрабатывать. Тем более ещё, что важно, посещение, там очень демократическое образование, посещение свободное. Журналов нет, никто не ставит N-ки, как у нас. То есть он может работать, ему главное, чтобы… Это следующий курс, но за ним остаётся долг, который в конце, перед получением диплома, он обязательно должен эти долги закрыть. Плюс даётся от года до трёх, если вот он не успел до окончания. У него 4 года бакалаврат, но он какие-то… Ну, разные студенты бывают, да, кто-то экстерном сдаёт, а кто-то чуть-чуть чего-то не успел. То от года до трёх он может ещё закрыть все эти долги. Ну, тут мы, может быть, должны сделать, наверное, акцент на том, что сама система образования, она немножко отличается от привычной украинской, получения высшего образования. А там немножко, наверное, другая организация. Есть немножко другая. В чём она состоит? У нас, вот если взять образование в университете, непосредственно ты должен посещать. Если ты не посетил, пересдача у тебя платная, во многих такое вузах есть, потому что это уже дополнительные часы у преподавателя. Там этого нет. То есть, если ты идёшь, пересдаёшь, тебе в любое время будут принимать, сколько-сколько, чтобы ты всё-таки это сдал. Ну, как мы знаем, Греция ж, она грамотных людей. И Сократ, и Платон. Не, ну мы знаем, что, ну, собственно, мы слышим о неких проблемах, которые существуют в Греции, но мы также слышим о том, что они, собственно, делают там причина, возможно, этих проблем в такой, я не знаю, социальной направленности и организации жизни, и организации труда, и организации обучения, которые существуют в Греции. То есть, достаточно социально ориентированная страна. Да, то есть, здесь получается, что как раз для Греции это и их внешнеэкономический ресурс образования, который они могут предложить конкурентноспособно на рынке. Может, у них проблемы в самой экономике, мы знаем, что у них там сиеста, они по 4 часа не работают, но что касается образования, оно на высоком уровне. Этот диплом признаётся и Европе, и в Америке. И плюс, хотела бы сказать, что так как Греция является участником этой международной ассоциации, о которой я говорила, по обмену студентами, если студент хорошо учится, у него прекрасные виды по образованию, он имеет право получить грант на обучение в другой стране Европы. И это действительно есть, если студенты учат. Хорошо. Ну, не знаю, ещё такие практические вопросы, не знаю, там учебники, библиотеки, доступ вот, собственно, к этим ресурсам, он платный, бесплатный, если платный, то настолько дорого. Медицинское обеспечение, оно ведь тоже важно. Мы говорим о молодых людях, о студентах, но жизнь, здоровье — такие вещи. Медицинская страховка первая, когда мы на языковых курсах, она платная. Она порядка 200-250 евро в год. Но когда уже он начинает непосредственно по профессии заниматься, медицинская страховка у него бесплатна, её оплачивает государство. Что касается учебников, они даются бесплатно, без возвращения. Посещение библиотек, археологических всяких мест, исторических — это тоже есть бесплатные, как сказать… Ну, возможности. Возможности, да. Всё можно это посетить в программе бесплатного обучения. Плюс можно ещё также физкультурные залы посещать, абонемент на посещение физкультурных залов. И медицинская страховка, чем она важна? Да, если она уже есть у студентов, вот это бесплатно, они могут прийти к доктору, бесплатно провериться. Если заболел, значит, ему бесплатно тоже, ко всей консультации будут бесплатными. Плюс ещё хотела обозначить, что вот вы сказали за работу, и работодатель также даёт страховку, именно он оплачивает, работодатель, и оплачивает также отпускные, больничные, что тоже, скажем так, это немаловажно для студента. Для того, чтобы присоединиться к этой программе, нужно стать членом общественной организации защиты от коррупционных проявлений, либо какой-то другой механизм. Как вот, собственно, здесь в Украине у вас это организовано? Двумя путями. Если человек приходит к нам и становится членом нашей общественной организации защиты от коррупционных проявлений, мы его сопровождаем от и до, и даже он уже за границей, но мы всё-таки о своём члене печёмся до конца. Есть другое, они просто напрямую приходят в офис компании Greek Group, записываются, получают всю нужную информацию, и уже идёт у него сопровождение непосредственно этой компании. Да, Greek Group. Хорошо. Если у кого-то из наших зрителей возникла необходимость получить, ну, я не знаю, хотя бы какую-то предварительную информацию, возможно, по телефону, уточнить, где вы находитесь, либо какую-то иную информацию уточнить, как это сделать? Для того, чтобы уточнить какую-нибудь информацию или получить её в более развернутом виде, пожалуйста, обращайтесь к нам. Офис 301-й, гостиница «Украина», проспект Ленина, 73. И за телефонами 095-147-00-98. И также 093-270-1308. Это мои телефоны. Обращайтесь, я всем готова, буду с радостью помогать всем нашим николаевцам поступать в Грецию и получать прекрасное образование. Виктория Валерьевна Курьян, Кремно-Громадская организация «Захист от коррупционных проявий», была всё нашей гостей, которая ответила на наши питания. Дякую за нашу успехи вам. Дякую. До побачения. Субтитры подогнал «Симон»!